14 мая 2017 года. Париж. Инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Эта картина словно страшный сон Кремля. Франция опускается все ниже и ниже. Много лет в самой духовной спали и видели, что президентом Французской Республики становится лидер национального фронта Марин Ле Пен. Во Франции Марин Ле Пен станет президентом и выведет страну из ЕС. Ультраправая Ле Пен не скупилась на обещания на усладу своим покровителям в России. Вполне вероятно, что Франция признает Крым российским, когда я стану президентом Франции. В течение многих лет Ле Пен последовательно выступает за тесное сотрудничество с Москвой, за отмену санкций и признание Крыма частью России. В ответ Россия не скупилась на финансировании деятельности Французского национального фронта. Россия фактически давала несколько десятков миллионов евро кредитов. Открыто абсолютно совершенно фашистскому кандидату. И кроме регулярного финансирования на нее работали все российские СМИ иностранные. Это миллиардные корпорации. В 14-м году национальный фронт получил кредиты от российских банков на сумму 11 миллионов евро. Один из кредитов на 9 миллионов евро был выделен небольшим первым чешско-российским банком, имеющим связи с Кремлем. Мы передаем очень большое значение нашим отношениям с Францией. Буквально накануне президентских выборов во Франции, где Ле Пен сражается за место главы государства, лидер национального фронта неожиданно едет на встречу с Владимиром Путиным. Эти кадры теперь будет обсуждать вся Франция. Марин Ле Пен в Кремле принимает Владимир Путин. Это не значит, что Россия пытается влиять на французского избирателя. Ясно как день, что эта встреча означает. О руке Кремля во французских выборах мировые СМИ заговорили еще в феврале. В стабе Эммануэля Макрона заявили, с помощью хакеров и фейков Россия пытается потопить их кандидата, главного конкурента Марин Ле Пен. На главного конкурента Марин Ле Пен, Эммануэля Макрона, как по волшебству, полились тонны грязи. По данным Института интернета в Оксфорде, каждая четвертая новость, которой французы в соцсетях делились перед выборами, была фейком. И значительная часть этих фальшивок касалась именно Макрона. Российские федеральные телеканалы, конечно, старались как могли. Такое впечатление, что политическое поле тупо зачищается под Эммануэля Макрона. Однако влиять на французов были призваны местное отделение российского телеканала Russia Today и информагентство «Спутник». Причем влияние происходило в большей степени через социальные сети. Значительная часть, около 30% пользователей этих прокремлевских ресурсов – автоматические боты или анонимные комментаторы. Активность последних поражает. По 100 ретвитов новостей в сутки. А счет у ботов в день идет уже на несколько сотен. Бороться с ней необходимо комплексно. Это не может делать одно национальное правительство. Это необходимо делать вместе в рамках НАТО, в первую очередь, где должны этим заниматься. В конце апреля 2017-го стало известно, что на сервере предвыборного штаба Эммануэля Макрона совершены хакерские атаки. Хакеры, которые в последний момент перед выборами не только опубликовали переписку компрометирующую, но еще и сфальсифицировали эту переписку и еще в спешке оставили российские следы, чтобы никто, так сказать, не сомневался в том, кто это все совершил. В утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании. Появились новые доказательства того, что Владимир Путин, возможно, пытался повлиять на еще одни выборы. Вероятно, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал целью хакерских атак. Изменять проверенные тактики в Кремле не стали. Напомним, в США до сих пор не утих скандал о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы. Тогда группа хакеров взломала серверы предвыборного штаба Хиллари Клинтон и обнародовала почту кандидата. И по той стилистике, которой это взломы происходили, скорее всего, это было снова такие дела рук тех самых хакерских структур, которые были причастны к атакам на американскую избирательную кампанию, в частности на штаб Клинтона. Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они что, разве что-то там скомпилировали, подтасовали? Да ведь нет. Эксперты уверяют, хакерские атаки на серверы неугодных политических кандидатов с целью выявить и обнародовать компромат стали новой модой Кремля. Канцлер Германии Ангела Меркель опасается, что кибератаки из России повлияют на немецкие выборы, которые пройдут в следующем году. Год назад Германия официально объявила о том, что спецслужбы страны отразили две хакерские атаки. Одна из них была направлена против сервера партии Ангела Меркель. За последний год Германия отразила две кибератаки российской группы хакеров APT-28, известной также под названием Fancy Beer. Именно эта группа атаковала серверы демократической партии во время выборов президента в США Анса Шоенбом, президент Федерального ведомства по информационной безопасности в интервью Raiders. Итак, США, Германия, Франция. Хакерские атаки на неугодных Кремлю политических лидеров производит одна и та же группа киберпреступников. Спецслужбы ФРГ заявляют, что за недавними кибератаками на офисы нескольких членов парламента Германии, отделение партии Ангела Меркель, Христианский демократический союз, другие политические партии, стоят хакеры, связанные с Москвой. Хакерскую группу Pondstorm, она же Fancy Beer, тесно связывает с военной разведкой российского генштаба ГРУ. Уже осенью Германия определится с новым канцлером. Убрать железную леди Меркель с поста канцлера Германии Кремль мечтает еще больше, чем поставить Лепен во главе Франции. И вполне вероятно, что Ангела Меркель свой пост покинет. Серьезную конкуренцию, по данным опросов, ей может составить бывшая глава Европарламента Мартин Шульц. Накануне он стал кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии. Фрау Меркель и сегодня имеет более чем прочные позиции среди немцев. Однако самая духовная не стесняется озвучивать свои мечты в надежде на то, что они станут реальностью. Половина жителей Германии против того, чтобы Ангела Меркель осталась канцлером после выборов 2017 года. Ангела, вам тут не рады. Меркель и ислам вон. Никакого диктата, иначе Чехзит. Так на днях ее встретила Прага, куда канцлер приехала поговорить о различных аспектах миграционного кризиса. Создать миграционный кризис войной в Сирии, а затем давить тезисом о том, что, мол, беженцы разрушают Европу, и в ситуации виновата Ангела Меркель – давняя стратегия Кремля. Послезавтра исполнится ровно год, как она сказала свое знаменитое «мы справимся», спровоцировав миграционный кризис. И с тех пор, что бы Меркель ни делала, в лучшем случае не получается. Эту же мысль, но уже для немцев, дублируют все те же российские пропагандистские СМИ. Russia Today и «Спутник». Пока, к сожалению, западные страны не осознали в полной мере все опасности со стороны Российской Федерации. Традиционная тактика Кремля – покупать некоторых политических лидеров других стран, делать на них ставку и пытаться проводить свою политику – не меняется со времен СССР. Это все обошлось Советскому Союзу миллиардами потерянных долларов, даже десяткой миллиардов, которые никто не вернет и которые уже списаны Россией. В то время, когда сами советские граждане искали, где бы купить сахара, килограмм или туалетной бумаги. Сегодня с РФ соглашаются сотрудничать представители исключительно маргинальных, крайне правых или крайне левых европейских партий. Вот эти вот маргинальные партии правого и левого толка, которые хотят развалить Евросоюз и которые дружат с Россией, они из-за вывода мигрантов получают шансы на политическое существование. Это тоже инструмент гибридной войны. В Венгрии РФ удалось завербовать лидера ультраправой националистической партии Йоббик Габара Вону. СМИ и эксперты оценивают политическую силу как неофашистскую, антисемитскую и гомофобную. Партия Йоббик исповедует крайне радикальные шаминистические и националистические взгляды. Представители партии Йоббик присутствовали на незаконном референдуме в авторомной республике Крым в марте 2014 года. Посещали после этого оккупированный Крым, опять же незаконно, оказывая всяческую поддержку России. Многие уверены в том, что избрание в 13-м новым грузинским президентом пророссийского кандидата Георгия Маргвилашвили не обошлось без влияния самой духовной. В Грузии мы видели абсолютно очевидные попытки России повлиять на результат выборов, которые в конечном счете увенчались успехом. Мы видели попытки повлиять России на выборы в отдельных странах Балтии, в частности в Латвии. Мы видели очень большой интерес России к выборам Финляндии, когда там шла дискуссия о вопросе НАТО. Россия имеет целый ряд купленных так называемых евроскептиков в Европейском парламенте. Их цель – развалить единство ЕС и предоставить стране скреп возможность подмять под себя все, что Кремль посчитает нужным. Нидерланды на выход громче всех зовет Герд Вилдерс. Вся его предвыборная программа помещается на листе А4. Нидерланды без ЕС на пенсию в 65-е дейсламизация страны, предусматривающая закрытие границ для беженцев. Герд Вилдерс – лидер нидерландской партии «Свободы». Многие называют ее самой пророссийской в Европарламенте. Вчера свободная Америка, а завтра будет новая Европа. В апреле 2017-го разведслужба Нидерландов сообщила о попытке России вмешаться в парламентские выборы. Россия попыталась повлиять на исход выборов в Нидерландах в прошлом месяце, распространяя фейковые новости. И хотя Москве не удалось существенно повлиять на избирательный процесс, однако угроза со стороны России в Нидерландах и Европе значительно выше, чем год назад. Роб Бертоль, глава разведслужбы Нидерландов, пишет издание «Политико». Таким образом, сегодня страна-скреп стала теневым игроком множества избирательных компаний по всей Европе. Пытается через них влиять. Пытается совершенно повлиять серьезным образом, не имея никакой серьезной поддержки, никаких аргументов, повлиять просто риторикой, оболванивающей на население. Вместо того, чтобы налаживать жизнь людей в собственной стране, Кремль тратит миллионы на подкуп европейских политиков и партий. В результате Москва получает незначительную поддержку в ЕС, но ничего не выигрывает в долгосрочной перспективе, кроме нищеты и бесправности собственного народа.